Здравствуйте, наши дорогие Хочузнайки! Согласитесь, когда дело доходит до дизайна дома, многие люди выбирают самый простой стиль, не желая сильно заморачиваться. Мы все так делаем. Поэтому многие жилища так похожи друг на друга. Но некоторые предпочитают необычный, ни на что не похожий и выделяющийся дизайн. И тогда их дома становятся настоящими архитектурными произведениями. От дома водонапорной башни до роскошного пентхауса. Вот 4 самых необычных домов в мире. Друзья, если вы впервые на нашем канале, во-первых, добро пожаловать. А во-вторых, если вы еще не подписаны, то срочно подпишитесь на него, чтобы одним из первых смотреть наши новые видео. Дом в старой водонапорной башне. С улицы этот дом похож на обычную водонапорную башню. Шато-До – это строение в Бельгии высотой 30 метров, которое было переделано под жилище. В построенной в 1938 году кирпичной башне сегодня размещаются гараж на два авто, две спальни и большая многофункциональная комната и кухня, расположенная в бывшем баке для воды. Жильцы дома при желании могут подняться по лестнице на крышу дома. Оттуда простирается прекрасный вид на расположенный рядом поселок Стэна-Керзал. Водонапорная башня была списана в 1990-х годах. Работы по переделке начались в 2007 году. Проектом дома занималась студия дизайна «Пхам». Внешний вид башни был полностью восстановлен до его первоначального вида. Колонны отремонтировали, соединения убрали, а окна на верхних этажах расширили. Дом в часовой башне Бруклина. Этот роскошный пентхаус долгое время не мог найти себе хозяина. Агентам по недвижимости пришлось приложить немало усилий, чтобы найти ему нового владельца. Наконец, в 2017 году незваный бизнесмен приобрел его за целых 17 миллионов долларов. Трехэтажный пентхаус в минималистичном стиле площадью 633 квадратных метра располагается в часовой башне Бруклина, находящейся в здании бывшей картонажной фабрики. Главной деталью интерьера являются четырехметровые окна, преобразованные из циферблатов старинных часов. Из пентхауса открывается роскошный вид на реку Гудзон, Статуи Свободы, Бруклинский мост и Манхэттен. Все три этажа квартиры пронизывает стеклянная шахта лифта. В пентхаусе три спальни, три ванных комнаты. Открывающиеся шикарные виды также можно созерцать, поднявшись на открытую террасу площадью 120 квадратных метров. Дом из мусорного бака Житель Калифорнии, профессор Техасского университета Джефф Уилсон, превратил мусорный бак высотой в 3 метра в самый настоящий дом, в котором есть все необходимое, в том числе кухня и водопровод. Преподаватель экологии хотел этим доказать, что человеку для жизни необходимо совсем немного. Для этого он заехал в дом в феврале 2014 года и прожил в нем целый год. Первую ночь мужчина провел в спальном мешке, уложенном поверх лежащего на полу картона. После этого дом претерпел большие изменения и сейчас ничем не отличается от обычного жилища. Интересный факт. Проект, в рамках которого было создано это жилище, ознаменовал начало эпохи популярного в Европе и США движения «За жизнь в микрожилищах». Кафе «Вверх тормашками». Расположенная в Верххайме, Германия, кафе Топпельс является настоящей достопримечательностью. Здесь все вверх дном. Причем вверх тормашками здесь абсолютно все, что расположено в комнатах. Кроме того, сверху, на самой вершине дома, колесами вверх припарковано авто. А к примеру, в ванной комнате имеется раковина, компактная ванна, а также унитаз. И все они также прикреплены к потолку. Также в необычном доме имеется кухня, где на столе висят продукты, а в детской комнате на потолке зависли игрушечные машинки. На этом все. Друзья, поделитесь вашим мнением, в каком бы из этих мест вы мечтали побывать. Пока-пока и увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok